Господи, Слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первая книга в Библии, Бытие, 2 глава, 17 стих. А от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Мы наказываем людям, которые близко к нам, об опасностях, где мы находимся. Речь идет о смерти. Понимал ли Адам, что ему Бог сказал? Даже сегодня все еще до конца не понятно. Смертью умрешь. То умрешь, понятно, а то смертью умрешь. И перевод правильно абсолютно. Я сегодня хотел открыть эту тему, с чем начинается священное писание, с чем начинается жизнь человека, человеческое общество и чем все закончится на земле. Во многое люди не верят, а в это все верят. Что я умру. С кем бы ни говорил, ну ребенок маленький совсем, тот еще скажет, а нет, я умру. А смотришь, в этот день с печки упал как раз. И сколько видов смерти есть, сколько видов самоубийства, мы даже не подозреваем. Сколько способов убить человека и убить самого себя. И колеблется даже причин, до 900 насчитывают причин, чтобы покончить жизнь самоубийством. И способов 98. Понимаете, что это не просто петли взял и надел на шею. А и везде стоит кто-то, кто это все взял. Здесь нет у нас книги этой. Премудрость, 2 глава, 24 стих. Там говорится так. Завистью дьявола смерть вошла в мир. И испытывает ее все, на которых падает эта участь. От дьявола. Сейчас здесь у нас его нету в этой книге. Завистью дьявола. Этого имя нету даже в первых книгах Библии. Но он уже подошел по другим имямям. Змей, сатана, злой дух, падший хирургим. То есть у него много названий. Сегодня легко это поисковики разные сделаны. Я тут потом покажу как. Слово смерть встречается. Ну, определенное число раз. Это 389 раз. А что умереть там 862 раза. Это в день. По несколько раз нам Бог как бы напоминает местами Библии, что мы умрем. В раю. Нету зверей, птиц, которые будут умирать. Нету рыбы, которая умирает. Смерти вообще нету нигде. Завистью дьявола. А почему он позавидовал? Мы до конца этого знать не можем, Затаус говорит. И почему он пал? Есть одно место в Библии, которое намеком дает. Не рукополагайте молодых по скорам, чтобы он не пострадал, как дьявол не подвергся гордости. То есть гордость. 14 глава Исаии, 28 языки Еля, 12 откровение, говорит о том, кто он был, осеняющий. Его называют Луципер. Свет. Сын света. И он подумал, что... Как он мог думать это? Даже в мыслях, что вознесу в престол, мы сяду на севере в сонме богов, буду подобен Всевышнему. Иоанн Затаус рассматривая падение человека, говорит, дьявол употребил три предмета. Первое. Дева, Древо и Смерть. Я уже говорил не раз об этом. Дева, Ева, Древо познания добра и зла, и Смерть, Адама. В Адаме все умирают, пишет апостол Павел. Все поздравляют с днем рождения. То есть, а если до конца... Поздравляем, на один год стал ближе к смерти. Это и так понятно. Раньше жили люди больше. Сегодня геронтологи с научной стороны говорят, человек свободно может прожить 980 лет. Это было во времена диктатора в России один, сколько надо жить, ему присвоили ту премию государственную. А потом этот правитель спрашивает, ну и как? Умер? Говорит, нет. Как умер? Да кому 60 лет был, обманщик. И тут обманул нас всех. Это не просто так. Мы все смертники. И у нас нет ни одного предмета, который не угрожал бы нам смертью. Ни одного животного, ни одной птицы, ни одной микробины нету, чтобы человек был свободен. Вот говорят, из чего человек состоит? Я не считал. Но говорят, в общей сложности примерно там 120 миллиардов клеток. Где это? Кто как считал? Не знаю. И каждая клетка помещена смертью. Смерть говорит, ты мой. А возможно ли? У евреев существуют некоторые легенды. Легенды, которые, как у нас, жития святых. Похожие очень. И Илья, пророк, был такой-то. А маленький, когда лежал, то ангелы его питали огнем и огненным полотенцем в люльке его еще держали. Вот почему, говорит, он огненный. И здесь говорят, сколько больше всех жил? Махусаил 969. И как бы Бог с ним после этого встречается и говорит. Махусаил, длинная тебе жизнь показалась? И он ответил, говорит, в одни двери дома вошел, в другие вышел. А хотел бы еще пропожить? Конечно, Господи. А умирать еще придется? Тогда не надо. То есть страх смерти превышает жажду жизни. Абсолютно все везде покрыто смертью. Вот мы сидим и не знаем, что такое голод. А каждый день умирает десятки тысяч. До 30 тысяч. Недоедание и голод. И показывает, одни ребра детей держат. Там, на юге. А у нас, посмотрите на свалке, сколько всего выбрасывается. Придет время, мы будем крошки искать. Значит, от голода, от мора. Это разные бациллы. Человек заражается друг от друга. Чума, холера. Что только не было. Какая-то эта испанка. Все здесь и против человека. Но я в лес пойду. Дерево погубит тебя. Вспомните, а не солома. Кудри какие. Там удивлялись. Килограммы с него снимали. Кудрями запутался. В ветвях. Думаю, тут же погиб. Ну, а вот я где буду идти, а там камень ниоткуда не упадет. И показывает. Сейчас кто-то снимает. Плывут люди. Скалы идут. И вдруг скала отворачивается. Но шириной может метра три. И высотой метров надо 30. И прямо на них только в окна раздался. И лодки плывут. И все скрылось. Здесь нигде еще нету. Ну, там тысячи тонн. Почему она упала сейчас, а не раньше? Эти вопросы мы можем задавать. А ответ придет позже. То есть мы окружены смертью. На дороге сколько у нас гибнет? Придумали лежащие полицейские. Меньше стало? Я интересуюсь, надо захожу. Нищуть. Выпускают пшеницу много. Пшеница что делает? Человек теряет рассудок. Сколько погибает от этого? Особенно у русских. У мусульман? За 1300 лет ни один фактически открытый не умер от алкоголя. А у нас что делается? Сколько аварий. Сейчас показывают о самолете. Ледят, сидят люди. Ну, там немного их было. 89, кажется, человек. А в это время они между собой разговаривают и запись идет. Передовой летчик такой. Давай, вот я сейчас посажу. А там у них впереди, как щит. Ну, когда на одних приборах идут. Я по приборам посажу самолет. Да не надо делать. Посажу. Тогда в ресторане сегодня, кормишь, аж бесплатно. А прибор сработал неправильно. И самолет ударился в землю. Гибнут сразу почти все люди. Это пополам. Перевернулся, начали переворачиваться и показывать. Огонь только горит. И сколько такого-то везде. Великий спорт, везде. Большой спорт называют. Вот наш алтайский погиб. Какие у него перспективные предсказания о нем были. Сердце у него остановилось. Телесные упражнения мало полезны. А благочестие на все полезно. Имея обетование будущих, благ и настоящих. Поэтому от большого спорта, человек, когда старается быть первым где-то, старайтесь избегать. И детей туда не допускайте. Они никто. И работать они не могут. Ему надо показать, прыгнуть, поднять. А дальше он не знает, что делать. Который чемпион мира, я специально посмотрел. Нормально ни один не умирает. Он не может даже спуститься. Я говорю, тут по лестничной площадке, с второго этажа, три часа ушло, чтобы спустился. Это наш чемпион, который был у ласов. Раздавлено все везде. Итак, смерть царствует на земле. Ян Златоуз говорит, и Господь вырвал этот трезубец у сатаны и ударил его. Будешь поражать голову, как дева. При сна Дева Мария, древоль, счастные животворящие кресты, смерть Христа. Во Христе все оживут. Мы прочитаем несколько мест Писания сейчас, чтобы настроиться на это. Подойти к откровению, когда будет сказано. Всем. И затрубят трубы, и все воскреснут. А сколько же умерло, по сегодняшним подсчетам, чуть больше ста миллиардов. За этот вот миллиардов. Сегодня, ну, без тридцати миллионов, восемь миллиардов на земле. А специально смотрел, верить-то больше нечего, дай-ка то, что статистика идет. Бытие 3-4 рядом. И сказал змей жене, нет, не умрете. Все. Не умрете. То есть, что Писания ты не знаешь, и не знаешь, правильно ли ответил. Умрете, смерть и умрете. И смерть, мы привыкли, как вот у нас заходишь в трапезную, и там фигуру сделали. Смерть, она была с косой, коса где-то потерялась у ней. Ее зовут безглазая, там, без носа. Но она такая и есть, когда человек теряет плоть, а там кости одни остаются. Она прямо у нас стоит. И прямо рядом щасы показаны, они отсчитывают по одной секунде, сколько мы умрем, когда мы умрем. Ведь речь-то идет о секундах. А секунды сегодня успеет еще раз сбежать на меньшее. А на нас враг нападает. Да, это война. И выходить никому не надо было. Мы знаем, 185 тысяч в одну ночь погибло под стенами Иерусалима. Два раза махнул ангел или один раз, и никто не почувствовал. Никакие анализы не покажут, какая болезнь. И мы знаем свою цифру, когда родился, черточка, и там вторая будет сокрыта. А как я умру? Как писатель писал, теперь умереть по-порядочному. Я не знаю, как буду выглядеть. Лица закрываются или что. Вот о смерти-то нужно разговаривать все время. А почему? Серахов 7,39, тоже нет, написано. Во всех делах твоих помни, о конце твоем и вовек не согрешишь. О конце. То есть, я умру не завтра, я сегодня умру. И умру не тогда, а вот здесь на этом месте умру. И толковать будут по-всякому. Одни будут говорить, смотри, как Бог позволил во время проповеди умереть. Другой сразу же прошепчи другое. Наконец-то Бог достал его, чтобы он не искажал Слово Божие. Это всегда было так. Христа, когда обвиняли, что он смытьян, признали, а другие плакали. И это всегда так. Есть правители, которых весь мир знал. И не знали, где они умрут. Перед ними все трепетало. Он захватывает Багдад. Где-то у него по пять тысяч, кажется, в одну пирамиду голов человеческих. И все зацементировать. Приступил к России. Храмы были везде открыты, как в пасхальные дни. Россия свесила голову над пропастью. И в это время икону Владимирской Божьей Матери под деревьев принесли. И он ночью видит сон. Какая-то женщина, старцы. И она говорит ему, поверни отсюда, иначе ты умрешь. И ему Бог положил на сердце. И он ушел, разбил хана Астраханского, против которого Россия не знала, что делать русский народ-то. И сам ушел, как в землю. Таких примеров очень много. Поэтому садишься за руль на машине, не думай, что у тебя безопасности больше. На дорогах еще больше гибнут. Сколько в воздухе. Сколько этих курска взрывается, которые никогда домой не вернутся. То есть смерть, она победно шествует по земле. Несколько мест сейчас мы проверим, годимся мы, чтобы бороться с ней или нет. Деяние. 7.9. Деяние апостолов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Зависть. Это одно из орудий, которым люди убивают друг друга. По зависти. Я представляю картину 11, которая старше его. 10-1, там Винамин еще помоложе. И им бы сказали, когда в Египте были, они в Винамин искали в ком, когда он их арестовал там. По зависти. Кому завидовать, мальчишка? По зависти. Отец его любил, а кого-то любят больше, его не терпят. За что Каин убил Абеля? Ответ только один. Потому что был с дьяволом. Мы считаем в Новом Завете. Иуда прямо говорит, потому что дьявол был с ним. Дока человек рождается, маленький ребенок, как ангелочек. Нет. Он рождается, приговоренный к смерти. Никакого ангелочка сравнения нет. Мы будем с ангелами, если удостоимся там быть. Но ангелами только название одно. Ангелы никогда не испытывали смерти. Они не имеют этих страстей, которые мы имеем. И считая, когда Библию мы видим, она вся пропитана кровью. От самого начала и до последней строки. Лучшего учения в мире не было, как христианство. И 500 религий мира в то время насчитывалось во всем мире, в Римском пантеоне. Все до одной объявили войну христианству. А почему? Первые подали они повод. Выходя на арену, они последние слова произносили. Кристос ригна. В Библии написано Христос царствует. А христиане стали говорить, говорили, Господь царствует, они стали говорить, Христос царствует. А это идолы. Это служители беса. Принося жертвы, да, он приносит и бесам. Христианство всех объявило вне закона. И все ее определили. Ни одного больше нету, который был. Христианство сегодня 2 миллиарда 450 миллионов. Официально, которые говорят, что мы христиане. Ну а из этого примерно 1 процент, как сегодня говорят статистики. 1, может быть, процент из этих миллиардов, которые действительно идут по слову Божию, которые заботятся о проповеди Евангелия, которые благовествуют и прочее. Потому что исполнять заповедь Божия и назвать это не одно и то же. Яков. 3 глава 14 по 16 стих. Я смотрю, отчего люди умирают. Зависть. Никогда не завидуй. Отчего бы я завидовал? Мы прочитаем, когда Пилат, написано, знал, что Иисуса предали по зависти. Иисусы и ему завидовали. И Пилат знал, а которые распинали учителя, ну по-нашему, митрополиты, архиереи там. Они этого не знали. Они за закон были. Дудушу бы отдали. Псал-то ведь гнал церковь и убивал. Итак, 3, 14, 16. Яков. Мы посмотрим, чтобы не попасть туда, не усугубить приближение смерти к себе. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Говорят, есть смерть, так, грех к смерти. Это начинают убийства, там перечисляют 7 смертных грехов. Я, исследуя Библию, нашел одно только, один грех. Господь говорит, и Дух Святой придет и обречит мир о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верует в меня, все на этом. Все грехи от того, что не верует в Бога. Когда верует, Господь дает духовное рождение, крещение водное, крещение Духом Святым. И верующий, рожден от Бога, не грешит и не может грешить. Если у него это есть, проскочил, а там не заметил, это не его стихия. Вот свинья видит грязь, это для нее выпустили только. На дороге у нас грязь была, они все легли прямо на дороге в грязь. Но если овечка где-то, она отряхивается сколько времени? Потому что она подскользнулась, упала, такое бывает. Так и здесь. Если в вашей жизни случается такое где-то, никогда не отчаивайтесь. Нил Сенальский говорил, согрешить, это дело человеческое, отчаиваться, дело сатанинское. Что бы у тебя ни было, иногда люди умирают в таких мучениях, будучи верующими. Я Духа Святого похулил. Священник стоит рядом с дарами. Я похулил Духа Святого. Ты ему скажи, что ты не мог похулить. Если похулил, ты бы не вызвал священника. Ты бы не исповедовался. Ты раскаешься, что у тебя было. Ну, конечно. Ну, ты посмотри, что сделал. Иуда мог бы раскаяться? Мог. Вот мы считаем канон Андрея Критского. Подписать Анапеву Шестому Вселенскому Собору. Кажется, возврата нет. Вернулся. Да ведь два смертных греха делает. По обоим должен быть умерщен в этот же день. Бог не допустил это. И хорошо, что не допустил. Иначе в Псалтире бы у нас половины этой не было. И так, смерть, она, говорит, не за горами, а за плечами. И поэтому, ну, а как тогда оградиться? Ну, я знаю, что я могу поделиться опытом. Первый раз, после ночи, открываешь дверь, перекрестись, не торопясь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным и скажи, отрекаясь от сатаны и всех дел его, всей гордыни и всех ангелов его, перекрести впереди себя. И никакие новые приборы, там, что G5 стоят, они не подействуют на тебя. Впереди тебя будет идти ангел Господень. Он называется ангел-хранитель. Мне приходилось с людьми разговаривать в буквальном смысле приговоренным их к смерти, а не в отчаянии. Они не знают о Боге ничего. И вот он сидит и только думает, что делать, и стал бабушку припоминать, а она учила меня отче наш, отче наш. Что же там было? Он день и ночь. Каждый шаг, который в коридоре ночи, не за мной ли идут. Это надо испытать просто. И, наконец, он почти восстановил эту молитву. Больше ничего нет. Другой в плену, комсомолец. Ну и дизентерия. Бумажка смятая лежит, ходит лес. Стало разворачивать, очень наш написано. И дальше на весь мир сделается известный проповедник. Это покаяние будет. И как он вышел оттуда. Я разговариваю о людях, которых пожелаете узнать, скажу. Итак, смотрите, чтобы не умереть. Умереть в грехах и без раскаяния. Это самое главное. Потому что смерть не одна. А смерть, говорит, смерть вторая еще есть. Мы сейчас посмотрим. И воскресенье не одно. А второе. Итак, мы считаем. Первое Петра. Вторая глава с 11 по 12 стих просчитаем. Не каждый день мы считаем. Не посчитайте за труд это. Второе. Первое Петра 2, 1, 12. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. С первого по 12. Итак, смотрите. А с первого по 12? С первого по 12. Подождите минутку. И смотрите. Что безбожники здесь? А злословят. Ну, надо всегда рассмотреть так. А не от этого что слушать? Не отмахнись. Ты не знаешь, как это будет. И даже все правила ты знаешь. Учишься на шофера, но научись быть благодарным. Многие не сдают. Не сдают. Может, как раз в этот день ожидал его погибель. Мы же не знаем. Мне пришлось один раз в Америке ехать. Ну, шофер стал потом митрополитом. Антонием Орловым. А посреди прям машины идут, посреди стоит негр. Что-то дает. Он мимо проезжает, он ему бумажку дает. Он говорит, что тут за поворотом? Сегодня нельзя ехать туда. А знак не поставили. А там стоит полиция. Он говорит, вот это да. Проехал правильно, голову повернул и смотрит, там уже штрафуют. Он объехал вокруг. А почему? Негра отблагодарить надо. Вытащил там, кажется, пять долларов дал. Научитесь быть благодарными тем, кто строил вот этот. Кто изобрел этот огонь. А вы знаете, от огня сколько пожаров на земле было. Сколько погибло людей. Вот это еще так ладно. А вот где бывает синтетика, синтетика. Человек до двери не может даже доползти. Уже отравленный, падает. Самолеты все погибли из-за этого. А так бы еще можно было. Итак, от огня погибают. Не забывайте выключать электричество. Напишите. Не доверяйтесь приборам. Вот все время отключены, а он когда закипит, само отключится. Не доверяй этому. У нас в потеряевке было такое. Специальный прибор держит определенную температуру. И чтоб пчелы не погибли. Так, уехал только. Прибор не сработал. Жара. Они все выползли наружу. А дальше все застыли. Все погибло. Не доверяйте этому. Уходя из дома, даже на малое время, постарайтесь из сети вытянуть. Я делюсь опытом. Я знаю. И что это означает? Высокое напряжение. Вот когда мы проезжаем тут на Алтай, самое высокое в мире. Миллион двести. Ну, работает, говорит, 750. Ни одна птица не садится. Святыни растут внизу. Пчелы не летают. А человек лезет туда. А мы поспорили. Один прыгает в воду. Здесь, ну, ударился, как о пол. А другой не... Ну, вот я его спасу, бросил. Два человека сразу погибли. А почему? Не рискуй жизни. Ты не имеешь права распоряжаться собой. Ты себе не принадлежишь. Ты искупленный Богом, чадо. Господь за тебя заплатил кровью своей. Побереги себя. Ну, люди думают, камни где? Не все же это падают. И написано, сражение было. И с неба, когда войско врага отступало, падали камни. От камней погибло больше, чем сражение. Так откуда? Не задавай вопросы. Мы не знаем. У Бога всего много. Сколько в пищу отраву посыпают? Ни один царь не может себя защитить. Вот я прочитал в Америке. Охрана президента. 1500 человек. 1500. То есть они меняются, когда где? У русских меньше. 750 только. И что? От смерти избавиться? Они стоят на вытяжку, а смерть прошла, в это время заходят. А он лежит мертвый при смерти. То есть для смерти преград нет. И где мы умрем? Дадим ли последний наказ? Если у вас какая-то частная собственность, там, квартиры, распорядитесь отправить это на небо. Мне не надо, у меня хватает всего. Я просто вам говорю, позаботьтесь. Я в одном месте, тут где жили, там, раньше молились, ну я сразу назначил кому. А эти люди сделали с неприятелями, врагами. Когда продали, я сказал, немедленно им отнесите. Это он сделал, это его дело. А мы помолимся, отдадим. Мое слово перед Богом. На это не смотрите. Сказанное слово старайтесь выполнить. Да, да или нет, нет. А в сверхтого ты даже не знаешь, как ты будешь служить дьяволу. И воспитание детей, всякие методы хороши. Но чтобы за поступки плохие не наказывать, такого нигде нет. Написано, не жалей розги твои, проще. Это никто не отменял. Почитать мужа главой никто не отменял. А сегодня разводов, сегодня в стране, первые 4 года, 84,6 процента. И сколько трагедий. Я работал в лагере строгорежимном. Самое злое в создании это женщины. Что-то она сказала не так. Работает на... Дорогу делали. Они ее лопатами изрубили на самое мелкое. Мне как-то в интернете задали, говорят, почему вы сказали, что женщина это смерть. Я говорю, никогда не говорил. Экрестьянс говорит, женщины горше смерти. Такое написано. Но они не знали, что такое. Я показываю, какая глава, какой стих. А почему? Библия говорит, через нее мы все умираем. Сив, сын Адама, говорит, и родил детей по образу своему. По образу своему. Они другими не могут быть. Конечно, северующая мать была еще в положении в своем беременности. И она слышала молитвы, говорила, ребенок это слышит на другом уровне. Никаких не должно быть то, что сегодня есть. Она что-то делает, неладно, это все на нем будет. Выпивкой баловался, ребенок алкоголиком почти наверняка будет. Забудь об этом все. Только одно, ты ответственна, тебе доверено это. Повторяю, за время только перестройки в Российской Федерации официально признано, совершено 120 миллионов абортов. А сегодня говорят, неофициально, намного больше, которые не ходили, делали там и такое дело. 120 миллионов, это большое государство европейское. Нельзя даже сказать. И все нормально, пошел, священник даст тебе 40 поклонов. А за один аборт, второе правило, Василий Великой, 10 лет отручает от церкви. 10 лет. Придумали слово экономия. Экономия к смерти. Ян Златоуз говорит так, если священник не накладывает эпитимью, он гибнет сам и того, кого прищищает. И сегодня через это, что прищищает, многие больны и немало умирают. Вы считали про это? А сегодня вообще никакой проверки нету. Никак. Я разговариваю, допустим, с еписком, и говорю, если так поступать, я должен сам уйти отсюда. Сделай одолжение, уйди. И когда будешь годен, тогда выйдешь. Ты можешь сказать людям? У нас наш батюшка где-то там был, рассказывает, священник просит его, помоги исповедовать, ну там человек 150. Он говорит, я же по-своему буду. Мне это и надо, чтобы новая струя облилась. Ну и людям не понравится. Я сказал, можно. Вышел к народу и сказал, у нас приехал отец Аким с Алтая, будет исповедовать. Ну все. Он стал говорить. Так, кто не постился в этот пост, можете не стоять. Прищищать не буду. 90% примерно отошло. Дальше. Которые здесь бряются, мужчины, прищищать не буду, пока не будет бороды. Все. Осталось человек 8 или 9. Теперь можно исповедовать. Ну можно же из этого выход сделать, найти. Священники говорят, у меня время нет заниматься Библией, некогда мне проповедовать. А почему? Осла загрузили пивными разными ящиками, чем угодно. Для Иисуса место должно быть свободно. Это мы. Ослица это еврейский народ, который игорь его не златоуздин. А осел молодой, который оселок, это мы языческие народы. Чем нас загрузили? И сказать никак нельзя. Самое большое противодействие Евангелия оказывают сегодня священнослужители. У меня опыт. Огромнейший опыт. И при том не бояться лжи. свободно ей пользуются. Ну, к нам приходил священник здесь вот один сидел, а потом стал ходить. Могу и по имени назвать, видели. Я говорю, я ему помогал. Кровую прокуратуру ходил, кадатайствовал. Сестра его ходила к нам на занятия и сюда. Его выпустили. Скостили срок, он уже сидел. Я ему говорю, отец Владимир, тебя сцена не сняли? Нет. Ты говорил, что у нас икон нет, говорил. А зачем? чтобы ко мне ходили. Ну, ты говорил, у нас епископ нет, да. А зачем? Чтобы к вам не ходили. Это сплошняком идет. Ни один лжец в царствие Божие не попадет. Написано, участь лжецов в озере Огненном. Будем это помнить, проверять. Если сказать, я слышал, дай, чтобы человек имел еще проверить при тебе. А уверенность, когда даже увидишь, и то не всегда этому верь. За этим еще что-то может быть, что тебе неизвестно. То есть, я смотрю пути к смерти, к духовной, чтобы нам там не оказаться в полевой стол. Римлянам 15-16. А дальше это прочитаю до 12-го сиха. Я не сначала начал, я сначала. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеке отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, всего не камень краугольный и избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который и сделал с игловой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Горя какое, когда человек знает Бога, с священником познакомились, а я говорю, дети-то ваши где? Два сына, оба сидят в тюрьме. За что? За воровство. Чего не хватало? Ну, что поскорбели, мы здесь были, он думал, что мы нуждаемся, говорю, нет. Слово священник встречается 913 раз в Библии. И мы все названы, говорит, священниками Бога живого и царями. Священнодействие молитвы, толкование дается, и царями царствовать над грехом. Грех у дверей лежит, а ты господствуй над ним. Господь уже Каину заранее сказал. Итак, мы просчитали, нас избрал, чтобы нам благовествовать. Вы вот с собой встречаетесь, ну, тут как будто мы все свои только, но кто-то более близкий. Вы хотя бы, ну, раз в неделю-то звоните друг другу и спроси, где ты была, с кем разговаривала. Вот представьте, беседовали, Господь коснулся. У нас нынче, кажется, столько не было людей, которые по интернету обращаются. Ну, говорим, там покреститесь. Не русские при том. Это Бог делает. Так. И вот она, там-то она была не православная, а тут ясно, она много ступеней выше поднялась. И она, батюшка, спросила, батюшка, а у вас сестры перезваниваются друг с другом? А зачем? Ну, мы говорим, как ты молилась, о ком, и ходила, или кому-то говорила. Знаешь, сестра, забудь об этом. Вот представь себе, пришел человек с таким багажом, я не могу просто говорить об этом, потому что роддомы закрыты, рожать некому. Вероотслышание. Семя, которое бросает это слово Господне, вышел сеятель, и забудь об этом. Но она не забыла об этом, все-таки близко с кем рядом стояла, пела там, где-то на клиросе, она стала перезваниваться, постепенно стала распространяться. Батюшка, а мы можем собираться вместе заниматься? Да зачем же это? У детей, у детей, у священников, батюшка не раз об этом говорил, я-то на 100% знаю, комсомольцы были, нашего благочинного здесь, и дождь с пятерками, и все. И когда выводили на диспут, то православные говорили, наши дети от жизни не отстают, они все делают, как, ну, в комсомоле, баптистского пресюте, распорштовых, как наши дети, говорит, не были и не будут там. А зачем? Ну, мы граждане страны, но это совершенно другая идеология. Не идеология, Христа там нету. Понимаете, это в наше время, среди нас живут люди, которые хотят большее сделать для Бога. Если Господь благословит, нынче тоже будут приезжать, принимать крещение. Притом, люди из религиозной семьи, большие материалы им даем, молитесь об этом. А родители баптисты, они даже слушать не хотят. А он, чем больше получает, я вижу, да как мы тогда верили-то? Что? И в какой бы день выставил отклик у него сразу. Трое ребятишек и жена. Из Ирландии. Ну, разведенная, а жена там, я говорю, познакомьтесь, она в Германии живет. Тоже захватите с собой, тут поживете маленько где-то. А что знает? Да ничего не знает. Православная. Ну, рядом есть у вас какие-то там протестанты есть. А они такие же ничего не знают? Нет, они что-то знают. Но наши люди, которые принимали крещение в Германии, они везде свидетельствуют. И свидетельствуют много. И идут и критикам. кто в интернете знает, о чем я говорю. Очень активные. Итак, изберите себе кого-то, с кем вы будете по телефону говорить. Договоритесь. Скажи, вот такое-то время, ты как, сестра? Немножко узнаем, какие были молитвы, кто наказал, о чем молиться. Я, может, и забыла. И когда будешь звонить, маленько записывай себе, о чем говорили-то. А у тебя кто близкий такой? Давай на меня выведи его. Вот у нас, когда каждые два часа раздаются звонки, у нас собираются из разных стран мира. Через каждые два часа молитва, ну, 10-11 минут. Там поминают всех и правителей, и священств, и, ну, по уровню, я как знаю, ревности, я думаю, больше таких групп не знаю нигде. Это интернетная группа. У нас 11 раз только в течение одной недели занятия идут. То есть там по поясам, где кому, когда, как удобно. И вчера, о ком я говорил, молились здесь, ее сами развать, жена Мулы, мусульманка. А она вчера в нашей группе пристала. Я ее материалы, фотографии стал выставлять сейчас, и Господь уже трогает. Находятся люди, которым помочь там надо бы и прочее. Вы не скрывайте своей биографии. Вы же все написали у нас 15-16 том. Другим говорите. У нас сестра была, знаете, у Нагаева, Мария. Ей звонят книги-то в Америке. Баптист говорит, это вы сами писали? Она говорит, да, а вы кто? Я баптист. Яному сразу начинал освидетельствовать. А вы баптисты, это не Христова церковь. Вы покайтесь, обратитесь к Богу. Он мне говорит, вот это да, сроду не слыхал от православных такого. А она-то не скажет, чтобы она такая была активная, но она сразу пробудилась. Он не знает правильный путь к Царству Небесному. Только через церковь. Господь не придет за сектой, но за церковь придет. А сколько людей мы своим поведением оттолкнули от них. Это ваши православные? Мне не раз делало укор, это еврейка, которая у нас была, вы знаете. Понимаете? А они заботятся, а они учат. И она мне дала такой ответ. За 2000 лет, по крайней мере, ни одного еврея неграмотного не было. Ни одного. Я стал проверять действительно так. А было, где их не гнали? Я узнал, только одна страна, где их не гнали и не убивали. А я сам не знаю, все годы, эту страну, когда я называл, у меня впереди стояло слово благословенное. Грузия. Наш там, еврея обращенный здесь, ставший священник, младший с Новым Израилевичем. И вот, там никогда не гнали. Почему я все годы называл ее благословенной страной? Я не могу на это ответить. Господь заранее говорит, чтобы не оказаться, что они все такие же, как... Нет, не такие. А в чем? Они раньше нас приняли на... Если так взять, на 600 лет почти. Раньше нас приняли учение Христа. Поэтому веровали не от апостола, а от женщины. Нина. Святая Равна Апостольная. Откровения 1.6 и 5.10 Где Господь, вы поверите сейчас, что Он называет нас царями и священниками. 1.6 можно даже открыть. И сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему Слава и Держава во веки веков. Аминь. И вот смотрите, я сказал вам, что слово священник 913 раз. А в одном месте мы называемся прямо. Мы священно действуем благовестием. Апостол Павел посланник Рима. Священно действие благовестие. А я не хочу быть священником. Ты обратился к Богу уже священник на другом уровне. Конечно, не совершать таинство, но молитву возносить к Богу и помолиться за меня, тебе любой может сказать это. И Откровение 20 глава с 4 по 6 стих. Ну, можно с 1. 20 глава с 1 по 6 стих. Слушайте внимательно. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденный на малое время. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. А они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Влажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Смотрите, тысяча лет означает много. Когда считаем здесь 2.14, как дети причастны плоти и крови, дети мы, то и он воспринял он и такие же второе лицо Троица, Сын Божий и стал подобен нам, дабы смертью своей лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола. Христос не мог умереть, он бессмертен, но приняв плоть, он взялся смертным и взял все грехи мира на себя. И здесь говорит так, вот мы про Адама скажем, в день, в который вкусишь смертью и умрешь, а он не умер. Он еще жил сколько лет. Это первая смерть духовная, отступление от Бога. Первое воскресенье это на этой земле воскреснуть от мертвых дел, принять Христа. Блаженность, свят, имеющий участие в первом воскресенье. Вы просто перед Богом молите, скажи, Господи, я то ли по привычке хожу, то ли я в самом деле тебя приняла. Ну поставьте прямо вопрос. Не бойтесь это сказать. Вот есть молитва, да воскреснет Бог, расточаться врази его и добежат лица его ненавидящего. Считайте. Ну советует, когда уже помолился, лёг спать и уж под одеялом можно просчитать. Последнее. Я вдруг заметил, я не один раз позевал. Я испугался этого. А может, я бесноватый? Я тогда второй раз просчитал, третий раз и с тех пор взял за себя никогда не позевать. Ты знаешь, брат, какие звуки, знаешь, один раз только на старую жизнь. Мимо не пропускайте, где какие-то признаки будут появляться. А почему вдруг огневался? Это значит, твоя не умерла? Ну сказал он, не сказал, в конечном-то счёте перед Богом мы когда-то предстали. И перед Богом раскроется другая картина. Ты давал, да, много давал, всё. И где оно теперь? И написано, при смерти всё приплывёт обратно. На многих водах. Давай 7 и 8, то есть по силам и без силы. Как женщина, которая положила всё пропитание своё. Ну мы-то, если где-то жертву не всё пропитание кладём. И потом даже с этой женщиной равняться не можем. Ну вообразите, как жили. Пенсии вообще не было. Ни один человек в мире пенсии не было с социальным обеспечением. Вот сейчас пенсию последний раз мы получили. Через год что с вами будет? Ну ладно, у тебя участок какой-то есть. А дальше это ведь через месяц уже с рукой пойдём куда-то. Я уж не говорю, на что тебя похоронят. Это я такой же. Пенсии-то нет. Так это ладно, ещё сам занимаюсь, до лагеря дают, что-то остаётся, раздаём. А ведь тогда ничего не было. и сегодня говорят, решение вопроса, чтобы не было абортов, это очень знатный человек говорит, отнять пенсии. И тогда будут заботиться о детей, воспитывать детей, что были, кормили, поили. И никогда не подумаешь, что могут придумать. А вздумайся в это, в этом большой смысл. Ведь раньше было как? Как правило, у меньшего эта мать оставалась. По слову Божию находим, я сейчас скажу некоторые данные вам, слово ад употребляется в Библии 51 раз. Нам недостаточно этого. 51 раз Господь угрожает адом. Теперь, последний день, который об этом говорит, 61 раз. И что Господь накажет еще тысячу почти раз. И от нас это не пробивает никак. А вот если я умру сегодня, а нужно написано, чтобы не согрешить, ежедневно представлять, сделайте завещание. Завещание такое, чтобы все было на небе. А как? Накормили нищего, меня накормили, Господь говорит, напоили, меня напоили. Я вот сколько говорил, я знаю такие, которые дети, которые все имеют, но не один раз уже об этом говорил. Я в разных местах об этом говорил. И только в одном месте у баптистов одна была такая, она услышала это дело и сразу отдала там квартиру. Я умру, сразу забирайте. Так и получилось. Подумайте о том, что у вас ценное. Куда попало пойдет. Если квартира, если она будет продана, что там будет неизвестно. Это твой труд. Если это для верующих, а вы знаете, не в нашей церкви, в другой настоящий верующий. И там будет голос Божий, там будут ангелы петь. Конечно, если Господь сказал, продай имение, раздай, отошел с печалью. Ну вы-то не продавать ничего нет. Умру после смерти. Правильное завещание сделать надо. Вот у нас была одна сестра. И она не на кого-то. Там делать что-то. Что она говорила, никто не знает. И он ее убил. Никому не сказал. Открыл порточки, чтобы не... Ну, когда до дела-то дошло, все-таки поймали. На Болтайке. А два сына. А она перед этим переписала квартиру на меня и на батюшку. Я и не знал про это. Теперь сыновья ездят. Как будет? Никак. Через полгода я нас делаю владельцем. Я ее продам. Я их испытал как. Конечно. И у них отношения-то со мной хорошие. Наконец заговорились. У меня есть одно условие. И я скажу его, которые там работают, чтобы она это как-то отметила. Что вы о своей матери никогда плохо не будете говорить. Они с ней выраздавали. Согласны. Ну, они нас возили туда и сказали. Нотариус я говорю. Она говорит, а мне это разницы нет. Написать я это не могу. Вы своим тоже расскажите. Дети, а если вот так, у нас кто-то есть, ну, не у нас, у нас тут, кажется, таких и нету, но очень сильно нуждаются. Я знаю, в Покровском соборе верующие, наши, давнишние люди. Скажи, я умру, вам квартира нужна, у вас только вертолётов, скажи, не хватает. Ну, я не подкапываюсь под вас, я толкаю на небо вас. И скажите им, скажите, если я как мать имею право распорядиться, я долго работал на заводе, там, чтобы они поняли, у вас квартира есть всё. Ну, что вам надо? Я хочу отдать верующим, молодым, у которых дети есть, а жить негде. Они платят на такие деньги и заработать-то не могут. Это я знаю, я сразу покажу, где. Православным, своим. Люди, близкие к архиерею, ну, то есть, проверенные, они никуда не пьющие, ничего нету. Вы меня расслышали? Если у вас будет такое решение, подойдите ко мне, тогда я вам скажу, на кого. Я с таких людей, почему-то знаю всегда. Только не думайте, что я какую-то корысть от этого имею. Итак, написано, первое воскресенье, это сейчас, а второе будет, когда придет Господь. Вторая смерть Адама, вторая, это телом, телом и воскреснут. Так у нас везде вода помогает, да, в воде Господь и потопил всех. Что нам огонь, вода, тут больше всего и погибает людей. Вначале погиб весь зимой шарф, и только 8 человек остались. Вот тебе и вода. А без воды жизни никакой. Да сам-то человек, я не знаю, процентов, наверное, 60 с лишним из воды состоит. Итак, а гнись вокруг, ты увидишь, смертное облако опутывает нас. И ты скажи, разве это все, Господи? Думай о смерти, я ожидаю твоего пришествия и прославлю тебя здесь и в вечности. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.